Друзья, всех приветствую в ходе очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник, который состоится из-за перевода времени, уточняю, друзья, в 16.00 по московскому времени. Мы разберем тему, которая наберет больше всего ваших голосов в нашем телеграм-канале. Буквально после этого эфира запустим голосование. Та тема, которая приглянется вам, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно найдите время, поприсутствуете в прямом эфире. Если есть какие-то вопросы, которые вы хотите адресовать непосредственно мне в прямом эфире, у вас есть возможность сделать это. Ну что, это неделя. Ключевые фундаментальные отчеты. Традиционно давайте прибежимся по основным из них. Сегодня ждем выступления главы Банка Канады Тифа Маклима. Во вторник важных релизов не будет, но и ничего страшного, потому что среда, четверг и пятница — это куча фундаментальных отчетов, которые спровоцируют очень мощное движение на финансовых рынках. В частности, в среду будем анализировать прямо с азиатской сессии данные по инфляции в Австралии. После этого отчет ADP в США по состоянию американского рынка труда, отчет по ВВП США. И в среду также будет представлен бюджет Англии, который, как вы помните, предполагает потенциальное повышение налогов. Поэтому, если фунт, кстати, есть в вашем торговом портфеле сейчас, друзья, я надеюсь, что вы не торопитесь с длинными позициями, потому что повышение налогов — это, наверное, самая плохая новость, которая может сейчас прийти на рынок для британских домохозяйств. В четверг будут опубликованы данные по индексу ценно-расходов на личное потребление. Это показатель, который часто интерпретируется как наиболее предпочтительный индикатор для Федрезерву в оценке текущей ситуации с инфляцией. И в пятницу также отчет по американскому рынку труда Non-Farm Parals. Это релиз, который точно не оставит никого равнодушными. Это тот самый инфоповод, который точно спровоцирует очень мощное движение доллара, потому что начнут меняться снова ожидания касательно перспективы изменения американской монетарной политики. Чуть было не забыл, на разогрев торговой сессии в пятницу с европейской сессией у нас будет возможность проанализировать еще данные по инфляции в Швейцарии. Напомню, что пара доллар-франк, швейцарская валюта, давно находится в нашем инвест-портфеле. Мы делаем акцент на ее снижение. Соответственно, в случае усиления нисходящей динамики по инвест-потребительских цен в Швейцарии, будем готовиться к тому, что Национальный банк Швейцарии продолжит смягчение национальной монетарной политики. И пара доллар-франк, которая, кстати, сейчас тестирует новый локальный максимум 0,87, который соответствует максимальной отметке с 16 августа, продолжит восходящее движение и сделает нашу следующую цель на отметке 0,88. Ну, давайте по порядку, по основным инструментам. Позже на неделе будем раскрывать темы, связанные с конкретными фундаментальными событиями. А сейчас у нас индекс доллара 104.37. Новые локальные максимумы. Вопрос в студию, друзья. Неужели только мне кажется, что американская валюта слишком высоко забралась? И нужно, конечно же, ее уже спускать. Очень большие фундаментальные вехи впереди. Это заседание, точнее, non-farm barrels, потом выборы в США. И после выборов, через два дня, как я уже много раз говорил, и события, которые ждут так же, как и выборы, это заседание Федрезерва, где, как ожидается, ставка будет снижена на 25 байсных пунктов. Но, в целом, дорожная карта по перспективам смягчения американской монетарной политики не изменилась за последнюю неделю. Мы о ней много раз говорили. Что же поддерживает доллар? Да, собственно, те же самые факторы. Раньше рынок верил в то, что ставку снизить на 50 байсных пунктов. Сейчас считают, что ее снизить на 25 байсных пунктов. И чем больше выходит неплохих, скажем так, фундаментальных отчетов, тем чаще начинают транслировать идею, а не ограничится ли американский регулятор всего лишь одним снижением ставки до конца этого года. Например, в том же самом ноябре. Я считаю, что нет, не ограничится. Будет два снижения ставки при любом раскладе. Если вы, друзья, отстраиваете ожидания по росту доллара только лишь на основании этой точки зрения, то здесь, конечно же, нужно пересмотреть ожидания, потому что, в конечном счете, смягчение американской монетарной политики должно создавать условия для ослабления курса доллара. Другие факторы, которые поддерживают рост американской валюты, это Trump Trade. Тоже мы об этом говорили. Ноздря в ноздрю. Камал Харрис и Trump, собственно, борются за президентское кресло. 5 ноября уже фактические выборы. И после этого начнется новая веха в истории. Конечно же, мы будем внимательно следить за развитием событий и пытаться определить, как все это повлияет на дальнейшую динамику американского доллара. Рост доходности Treasury объективно мощная причина, которая поддерживает курс доллара, потому что сейчас десятилетки торгуются по ставке 4,27%. Это максимум за много месяцев. Ну, в целом, наверное, уходить в другие отчеты сейчас не имеет значения, потому что они третьесортные. Очень много событий в рамках этой недели, поэтому давайте смотреть. И если среди вас есть такие же рьяные продавцы, как и я, то, наверное, вы тоже думаете, что тот же самый Non-Farm Perls, а предварительный отчет ADP, может, скорее всего, разочаровать. И на этом фоне американская валюта должна отступиться и пойти развивать уже медвежью динамику. Сначала через коррекцию, а потом уже через возвращение к полноценному нисходящему тренду. Золото 1733 доллара за тройскую консульцию, сантимент 50 на 50. Поскольку уже был дан прогноз относительно того, что можно проявлять торговую активность только лишь после того, как по сантименту будут хорошие пограничные уровни 70-30, сейчас мы этих значений не достигли. И я предлагаю в преддверии вот этих важных фундаментальных событий сейчас не рисковать. Золото очень волатильный актив, и ему ничего не стоит в рамках нескольких дней там прошагать десятки долларов в обе стороны. И чтобы не оказаться вот в этой, как говорят трейдеры, пиле, лучше, наверное, воздержаться от торговли рынком драгоценных металлов. Друзья, всех денег не заработаешь. Доллар канадец 1.39. Поздравляю, друзья, наша первая цель сделана. 1.39. Мы долго и упорно к ней шли и видели соответствующие предпосылки, которые как раз и позволяли нам шортить канадский доллар из-за изменений в национальной монетарной политике. Ставку снизили, ухудшили прогнозы по экономическому росту, по рынку труда. Мы понимаем, что при сохранении текущего прогресса в ослаблении инфляции и при том, что экономика испытывает проблемы, прежде всего канадский рынок труда, стимулирование продолжится. Поэтому мы ждем еще одно снижение ставки на 50 байсных пунктов. Доллар франк уже в двух словах сказал, ожидаем дальнейший рост. Доллар иена 153.60. Тоже блестящая сделка. Мы, по сути, на локальных минимумах подобрали этот дуэт активов и решили поспекулировать длинными позициями до заседания Банка Японии. Это очень оправданный сценарий оказался. Действительно, иена сейчас под большим давлением. Исходя из крайне слабых фундаментальных отчетов, из-за снижения инфляции, которая уменьшает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики. Сейчас еще и политическая тема. Правящая либераль-демократическая партия по итогам выборов не смогла получить достаточного большинства среди голосов, чтобы контролировать парламент. 215 голосов не набрали, нужно 233. Поэтому ИСИБе придется идти на уступки, искать коалицию, компромиссы с оппозицией. Я думаю, что он уже вряд ли будет прям так, если он и хотел, активно вмешиваться, в том числе во внутреннюю экономическую политику. Это позитивный сигнал для нас, потому что мы ждем все-таки через какое-то время начала или возобновления цикла повышения процентной ставки. То есть Банк Японии останется независимым. Но в текущих условиях до заседания Банка Японии, который состоится, кстати, в этот четверг, я предлагаю держать длинные позиции доллар-иена с целевой отменкой 155 иен против доллара. Американский фондовый рынок S&P 500, 5877 пунктов, возобновил восходящую динамику. Собственно, неизбежно тестирование следующего целевого уровня. 6 тысяч пунктов мы туда придем. И британская валюта против доллара 1,2945. Друзья, не торопитесь с длинными позициями. Поверьте, негативный эффект от оглашения бюджета может оказаться настолько значительным, что легко отправит пару на 100-150 пунктов. Я не призываю шортить фунт, но лучше сейчас, как и в отношении золота, воздержаться от каких-либо трейдов. И рынок нефти, бренд 7220, в соответствии с прогнозом, идем вниз, друзья. И до нашей цели 70 долларов остается прям совсем маленький шаг. Я думаю, что в ближайшие даже не недели, а торговой сессии, эта цель точно будет достигнута. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok